Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я лёг в 7 утра за очень занятостью. Никита Артёменко проигрывает, это потому что вы всем просто перестали... 100% любительский чемпионат, это прекрасный проект. Вместе с вами, все вместе будем его развивать. Кирилл Скачков обещал. Я на ходу или просто ты говоришь? Ты на столе, я сказал. Максим Александрович, пару слов по прошедшему матчу. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну, матч напряженный был на самом деле, просто вот так понятно, что с Олей говорили. Она там говорит, полуфинал, я ей просто ещё раз сказал. Там немножечко психологическая борьба была, помимо тактической. Психологическая, вот кто из девочек лучше выдержал, кто-то в нюансах переиграл. Там уже ровные концовки везде были. Поэтому как бы тактика, ну и психология. Кто справился лучше, тот и выиграл. Прогнозы на финал? Это даже не прогнозы, а тактика какая-то вот. Ну нет, ну тактику, конечно, я не скажу на финал. Тактику не скажу на финал. Мы же не Маше будем скидывать её, это видео? Нет, ну вообще просто понятно. Какие-то мелочи. Мы с Олей проговорим, просто есть у Оли определенные нюансы по игре, по сути по каждому сопернику. Если вот брать чемпионат России, то есть вот в полуфинал чемпионата России, да, его сравнение с этим. Вот там как раз было полуфинал чемпионата России. Маша играла очень качественно, очень качественно, в отличие от финала против нас. И поэтому как бы здесь нужно будет думать. Тем более я как бы Машу сейчас вот не видел, в силу того, что одновременно играем. Ну есть, опять же, свои задумки, но это всё, мы будем от Оли на игры идти, как всегда. А там уже в процессе матча уже корректируем ситуацию. Василиса Александровна. В видео передадим. Всё. Спасибо. Ваши время пару слов о вашем сонном режиме. Сейчас я лёг в 7 утра за очень занятость. Анализировал свои поражения? Да, я смотрел видео каждое. Хорошо. Какие выводы-то? Погадай. 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 Ну? Я сейчас тупую. Я сейчас тупую. Не писать. Это Live лучше канал. Подписывайтесь. Ты подписался обратно? Да, я подписался обязательно. Я подписался. А почему подписался? Это никому не важно. Это всем важно. Лёва вчера, когда узнал, это делается. Да? Конечно. Что и не только моё, то и его сердце ранило тоже. Что вы делаете? Что вы делаете? Спасибо. Это ты, кого есть? Уберите, как раз. Это что он выписывает. Уберите. Играет музыка 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 это возможно но возможно не говорю на самом деле мы с никитой тренировались в питере перед этим топом может это и сыграло становится злой шутка не знаю я ему проиграл ты один под привык чуть-чуть ко мне не знаете сказать я просто знаешь там хорошей форме сейчас с кириллом не тренировался даже здесь не разминался поэтому я не знаю если честно как он играет на то что он пошел в полуфинале и чемпионы россии в четверть это согласен но у меня все готово в италию рабочую визу главное получить код от олимпийского комитета италии тоже код у меня имеется все запись в том году записаться было практически невозможно с нами алексей ломаев в непрерывном марафоне турниров мероприятий провел трансляцию всем на высшем уровне уральский топ до этого был чемпионат россии среди любители впереди ну вы сами этому расскажите был восхищен просто любительским чемпионатом ребята ну еще раз я сам обалдел просто от того насколько здорово получился любительский чемпионат это прекрасный проект вместе с вами все вместе будем его развивать кирилл скачков обещал лёва кассман уже был артем двойников уже был артем кихонов уже был все у нас были есть цвет будет будем подтягивались на следующем любительском чемпионате это я обещаю что касается наших соревнований топ-16 ну потрясающая организация покрытие спортивные столы все на высшем уровне огромное количество здесь уже новых наших модных трендовых блогеров артем тихонов конечно восхищен артем твоя работа если бы не знаю насколько я хватит молодец вадим и задал очень высокую планку да не перегореть надо поигрывать я не знаю ты спортсмен я думаю тебя хватит надолго а я уже сейчас озабочен тем как всю аппаратуру собрать этот огромный кофр который нам весит 90 килограмм и каким-то образом доставить его 24 числа до москвы чтобы уже 25 числа начать трансляцию первенства россии до 14 лет в москве всеверном счета на 806 приходите будет классно уже здесь матвей манамков захар жутнюк это потрясающие игроки артем ты также я уверен там будешь а я здесь играю с линьского университета но я в игре так сожалению я бы с удовольствием посетил бы но просто не буду москве он и брат брат москве сильное заявление мы своими держим здесь 10 рейсов airlines 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 летает 10 3 что беспилотники не летали и все будет нормально полететь и ночью обратно вернуться тема работе а какие у вас впечатления по игрокам то есть вот кто больше всего приятно удивил очень честно я скажу что я очень верил в никиту артеменко я в первый же день его увидел форму потрясающую и об этом и в трансляции сказал что я думаю что никита один из главных претендентов на победу я бы ни грамма не удивился если бы никита победил и он действительно он действительно доказал что в равной степени был достоин победы скачков кирилл скачков это действительно уникальный игрок камуфлировал свое состояние ходил это потрясающее как бы поведение и я рад что победил кирилл но был бы не менее радости победил никита остальные ребята может быть не самые лучшие соревнования тютриумов понравился саша не повезло ему на групповом этапе прям он перформанс максима гребнева на комментирование максим гребнев очень эмоциональный человек надо с ним очень как бы аккуратно его вводить в тему пытаться его раскрыть немножко надо зажимается но когда начинает говорить получается долго и интересно пылесосе сожалению да я думаю алексей мы еще каким поболтаем лидер 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 любительского движения и организатор лучших мероприятий спасибо вам спасибо съела мая Спасибо. Пожалуйста, не нахуй. В 3-й, а на 5 минут. Да не обольют. Да не в том что ты че ты. Вот так сделаешь. Нет, внизу. Ты Леру закрыл, уберёшь и друг. И че там я не могу стоять. Давай, давай, давайте. Пару слов на ходу. Отец слэш папа дома. Пару слов на ходу давай. На ходу. Или я все время. Ты бежишь на автобус или как? У меня самолет. Я на ходу или просто? Ты на столе, я сказал. На ходу. Все там бежать? Пару слов, какие-то впечатления о турнире? Супер, супер, супер. Понятно, когда ты выиграешь. Никита молодец. При 1-3, что поменял? Подачу? Подачу поменял. Чуть подачу поменял. Начал чуть больше ждать. Он хорошо подавал. Чуть-чуть поменял тактику немного. Начал принимать 2-3 хода. Больше в розвью, чтобы не ошибаться. Тяжелее доставались ему очки. Он тоже начал мазать, чуть подсел. Поэтому вот так. В ближайшее время ты куфы России в России готовишься или поедешь в Германию? Не знаю, я надеюсь, что... Визу надо оформить? На Кубку России. Кубку России я буду готовиться в России. Ну, может быть, там и пересечемся. Все, спасибо. Давай, поздравляю. Ты видишь, подача не зря ты не делал. Все, выложим, выложим. Вот он первый в зале и последний. Самый молодой, самый горячий. Стоит. Они молодые, резкие, быстрые. Мне надо всем по-другим. Красный, как-то он все заморозит. Вот. Чего? Кто-то меня не видал. Пускай все думаешь, что я не тренируюсь. Сейчас. Давай мы после, после. Какая-то лучше. Чай, пиво, отдыхаю. Мы смонтируем там потом. Когда есть группа-нибудь? Нет, у тебя там группа под контролем. Нет. Работать надо со всеми. Нет, конечно. Так, ну что. Чемодан собран. Вчера после турнира прогулялся по Пышме вечерний. Заценил все достопримечательности УГМК. Все вокруг них крутится. Следующая остановка Екатеринбург. Экспо. Выезжаю на международный фестиваль. Не последняя остановка. Убийц. КОНЕЦ. Убийц.